Значит, тема моего доклада это мониторинг побочных эффектов на терапии ингибиторами циклинзависимых киназ, люминального Б, ХР2 негативного, метастатического рака молочных железы. Это мой конфликт интересов. И голосование вопрос номер один. Коллеги, участвуем. Наиболее частое негативное явление, свойственное ингибиторам циклинзависимых киназ. Я выделила два. Это палбоциклип и рибоциклип. Первый ответ – нейтропения. Второй – кардиотоксичность. Третий – гепатотоксичность. Четвертый – гастроинтестинальная токсичность. Показываем результат. Голосуем быстро, быстро. У нас времени очень мало. И результат хочется уже видеть. Будет второй вопрос. Отлично. Никак не комментирую. Всем спасибо. Переходим к второму вопросу для голосования. Влияет ли снижение дозы палбоциклипа на эффективность проводимого, выпала часть слова, противоопухолевого лечения? Ответ номер один. Эффективность лечения снижается пропорционально снижению дозы лекарственного препарата. Ответ номер два. Эффективность лечения не снижается. Ответ номер три. Отсутствуют данные клинических исследований. Ответ номер четыре. Эффективность лечения снижается значительно. Голосуем. И можно, наверное, уже и результаты показывать. Так. Эффективность лечения не снижается в лидерах. Что ж, запоминаем результаты и переходим к презентации, в которой, я надеюсь, вы найдете ответы на все интересующие вас вопросы. Кратко напоминаю о том, что в выборе алгоритма лечения метастатического люминального HER2 негативного рака молочной железы важно определиться с наличием или отсутствием вестерального криза. Критерий вестерального криза нам уже рассказывала Татьяна Юрьевна. Возвращаться к ним не буду. Если он есть, нам нужно быстро оккупировать симптомы, мы начинаем лечить пациентку химиотерапией. Если же вестерального криза нет, мы используем последовательные линии гормонотерапии. И только лишь при отсутствии эффекта трех последовательных линий гормонотерапии мы таки приходим к любимой цитотоксической терапии. Какие же нерешенные вопросы при использовании стандартных опций люминального HER2 негативного метастатического рака молочной железы? Конечно же, это проблема гормонорезистентности. Мы все сталкивались с ранними рецидивами рака молочной железы на фоне адювантной гормонотерапии. Мы сталкиваемся по-прежнему с ранним прогрессированием метастатического рака молочной железы на фоне гормонотерапии в первые полгода лечения. Начиная с химиотерапии, приходя к ней, мы понимаем, что мы имеем большую токсичность и соответствующее снижение качества жизни такой пациентки. И мы знаем о быстром прогрессировании у пациенток высокого риска. А это пациентки с люминальным B, раком молочной железы, с диссиминированным метастатическим процессом, у которого есть комбинированные и сочетанные метастазы. Естественно, в такую же категорию высокого риска подходят молодые пациентки пременно-паузального возраста. Так что же делать? Можно ли улучшить результаты гормонотерапии? Ответ – да. У нас есть целые две группы препаратов. Препаратов – хорошо известные МТОР-ингибиторы в сочетании со стероидом-ингибитором ароматаза – это Виролимус плюс аромазин. И эта группа с тремя представителями ингибиторов CDK4-6 или ингибиторов циклинзависимых киназ. Целых три препарата – палбоциклип, рибоциклип, абимоциклип. Не буду подробно останавливаться на результатах клинических исследований, которые позволяют выбрать оптимальную тактику с учетом клинических подгрупп. Скажу лишь о том, что современные режимы первой линии гормонотерапии люминального ХЕР-2 негативного метастатического рака молочной железы более чем хорошо изучены в семи рандомизированных клинических исследованиях. А вот кратенько наглядно выглядит эволюция гормонотерапии люминального ХЕР-2 негативного метастатического рака молочной железы в первой линии. Посмотрите, что мы имели с вами при назначении селективных модуляторов эстрогеновых рецепторов. Контроль над заболеванием 6 месяцев. И к чему мы с вами пришли, добавив к ингибиторам ароматазы ингибиторы CDK4-6. Контроль над заболеванием 25-27 месяцев. Несколько скромнее выглядят визуальные результаты лечения такой же опции ХЕР-2 негативного люминального метастатического рака молочной железы, но уже во второй линии. Тем не менее, прибавка в контроле над заболеваниями за счет ингибиторов CDK4-6 убедительна. Принимая решение о назначении ингибиторов CDK4-6, важно помнить о следующих факторах. Сроки рецидива на гормонотерапии – это ранний или поздний рецидив. Сроки прогрессии на предшествующих линиях. Какова была предшествующая терапия – это была гормонная или химиотерапия. Нам необходимо принимать во внимание различия в зарегистрированных показаниях. Мы обязаны учитывать риски развития негативных явлений, а они разные, вы это увидите в будущем. И обращать внимание на те клинические ситуации, где применение ингибиторов CDK4-6 должно быть рассмотрено с осторожностью. Вот они, сводная табличка профиля переносимости различных ингибиторов CDK4-6. Как мы видим, гематологическая токсичность присущена всем трем препаратам – палбоциклип, рибоциклип, абимоциклип. Тем не менее, в вопросе я убрала препарат абимоциклип, и дальше я вам покажу, почему. Кардиотоксичность – рибоциклип, абимоциклип. Но обратите внимание, что для рибоциклипа она проявляется удлинением интервала QT на ЭКГ. А для абимоциклипа – это просто увеличение риска тромбоэмболических осложнений. Гастроинтестинальная токсичность свойственна только лишь абимоциклипу. И мы дальше коснемся, насколько она выражена и так ли она страшна. А вот печеночная токсичность, как правило, проявляется увеличением трансамена салата и осад, свойственно рибоциклипу и абимоциклипу. Ну, не лишним будет сказать о том, что категория наших пациенток, она может быть и пожилой, с сопутствующей кардиальной патологией, с сопутствующими проблемами с печенью и с очень непростым коморбидным фоном. И все вот эти перечисленные осложнения в виде нитропинии, диареи, тромбоэмболии, повышения алата, осад, удлинения интервала QT на ЭКГ могут быть очень даже весомыми. Сравнительный профиль безопасности ингибиторов CDK 4.6. Сводная табличка – это суммарное количество негативных проявлений 3-4 степени. Да, нитропиния в большем проценте случаев регистрировалась у препарата палбоциклип. Чуть меньше у препарата рибоциклип и значимо меньше всего лишь 21% абимоциклип. Почему я его исключила из вопроса? Но, тем не менее, она есть. А вот фибрильная нитропиния, то, чего мы все боимся, она была в очень небольшом проценте случаев. Суммарно это в среднем 1,5%. Смотрим дальше. Такое грозное осложнение, как диарея. Практически можно сказать, что оно свойственно препарату абимоциклип. Повышение уровня алата и осад. Отличились два препарата – рибоциклип и в очень небольшом проценте случаев абимоциклип. А вот что касается кардиотоксичности, еще раз обращаю внимание, что для рибоциклипа единственный фактор кардиотоксичности – это удлинение интервала КУТ на ЭКГ. А для препарата абимоциклип – это увеличение частоты венозных тромбоэмболических осложнений. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что гематологическая токсичность – это класс-специфический эффект ингибиторов 4,6. И, соответственно, чтобы безопасно лечить нашу пациентку, мы должны проводить мониторинг в соответствии с инструкцией к препарату. Здесь небольшая, скажем так, погрешность. День 15-й я бы все-таки в соответствии с инструкцией препарата у палбоциклипа перенесла бы на день 14-й, чтобы было очень легко запомнить. Палбоциклип и рибоциклип и абимоциклип мы контролируем клинический анализ крови в день 1-й перед началом лечения, в день 14-й первые два цикла. А начиная с третьего цикла мы имеем полное право контролировать только в день 1-й. Дальше инструкция к препарату палбоциклип нам предписывает 5-й и 6-й цикла контролировать клинический анализ крови в день 1-й. А уже начиная с 6-го цикла с оговорочкой, что для пациенток, у которых в течение первых 6-ти циклов уровень нитропинии не превышал степень 1-2, контроль клинического анализа крови можно проводить каждые 3 месяца в начале цикла и по показаниям. А рибоциклип нам разрешает с 6-го цикла контролировать кровь по показаниям, абимоциклип уже начиная с 5-го. Очень важная сноска о том, что пациентки, которые не имели нитропинию более третьей степени на протяжении первых 4-6 циклов, имели минимальный риск ее развития в последующем. На мой взгляд, очень важный фактор. Отсюда и частота мониторинга. Давайте рассмотрим на примере палбоциклипа, как управлять гематологической токсичностью на фоне лечения. Ну, практически для всех ингибиторов CDK4-6, не только палбоциклипа, степень 1-2 не требует никакой коррекции дозы. А вот если случилась степень 3 нитропинии, в первый день цикла мы приостанавливаем лечение и назначаем контроль клинического анализа крови через неделю. Если у нас снизилась степень нитропинии до двоечки или единички, то мы возобновляем прием препарата в прежней дозе. Напомню, стартовая доза для препарата палбоциклип – 125 мг. Если у нас случилась степень 3 на день 15-й в течение первых двух циклов, мы продолжаем до 21-го дня прием препарата в текущей дозе. Через недельку мы контролируем клинический анализ крови и рассматриваем снижение дозы только при длительном восстановлении показателей крови больше одной недели после нитропинии третьей степени или если у нас нитропиния третьей степени повторяется в первый день последующих циклов. Стартовая доза – 125, первая редукция – 100 мг. Если случилась нитропиния третьей степени, да еще сопровождается лихорадка фибрильной или явно клиническая симптоматика инфекции, мы останавливаем лечение палбоциклибом, контролируем кровь до разрешения нитропинии до уровня 2 или меньше и возобновляем лечение в редуцированной дозе – 100 мг. Если случилась степень 4, а мы помним, что это крайне, да, полтора процента из всей популяции, мы приостанавливаем прием палбоциклиба до разрешения симптоматики уровня 2 или менее и возобновляем препарат с более низкой дозой. Вторая редукция – это 75 мг. Печеночная токсичность при применении ингибиторов CDK-4.6. Как правило, это увеличение трансаминаз, либо олад, либо осад. Палбоциклиб – настолько была низкая частота, что в медицинской инструкции препарату написано черным по белому «Палбоциклиб не требует контроля печеночных трансаминаз». Но этот контроль требуется для препарата рибоциклиб. Хотя частота, надо сказать, не очень-то и высока – от 5 до 9%. Модификация дозы палбоциклиба при развитии негематологической токсичности степени 1-2 не требует коррекции дозы. Ежели развилась негематологическая токсичность третьей степени и более, мы прекращаем лечение до разрешения первой степени или даже второй степени, если лечение дальнейшее не представляет риска для безопасности пациента. Можем возобновить лечение с более низкой дозой. Стартовое – 125, первое снижение – 100. Если у пациентки есть сопутствующая сердечно-сосудистая патология, ну, конечно же, выбор из всех трех препаратов я бы сложила в сторону палбоциклиба. Для него ограничения не указаны, не требуется мониторинг. Что касается рибоциклиба, вот здесь нужно смотреть избирательно. Конечно же, если у пациентки есть исходный синдром укороченный, интервал укороченный КУТЭ, если она принимает антиаритмические препараты, которые сами по себе укорачивают интервал КУТЭ на ЭКГ, конечно же, такую пациентку, наверное, не надо брать на рибоциклиб. Кроме того, учитывать наличие ишемической болезни сердца, недавний инфаркт миокарда, нестабильную стенокардию, хроническую сердечную недостаточность, брадиаритмии и электролитные нарушения. Кратко по интервалу удлинения КУТЭ на рибоциклибе. Так ли страшен чёрт, как его молюют? Временное прекращение лечения рибоциклибом и модификация дозы в связи с удлинением интервала КУТЭ на ЭКГ и развитие синкопы, как клинический инквивалент, отмечалось всего лишь у 2,3% пациентов. Среди пациенток с удлинением интервала КУТЭ медиана времени проявления составляло 15 дней. Это негативное проявление было обратимым при временном прекращении препарата рибоциклибом или редукцией его дозы. И самое страшное, к чему удлинение интервала КУТЭ может приводить, это развитие пируэтной тахикардии. Так вот, её не регистрировалось вообще. Исходя из того, что я сказала, сводная табличка по мониторингу. Очень просто запомнить. Самый простой мониторинг для палбоциклиба – это клинический анализ крови день 1-й, день 14-й на протяжении первых двух циклов, дальше день 1-й и при наличии показаний. Рибоциклиб. К клиническому анализу крови добавляется ЭКГ-анализ сегмента КУТЭ, день 1-й, день 14-й, первый цикл, день 1-й, второй цикл, дальше по показаниям. Аллат-Асад, день 1-й, день 14-й, первые два цикла, день 1-й, при последующих. Электролитный состав крови, день 1-й, при каждом последующем цикле. Вот и все отличия. Запомнить очень просто. Ответ на вопрос, который был в голосовании. Снижение дозы палбоциклиба вследствие негативных явлений не влияет на его эффективность. Посмотрите на медиану выживаемости. Она практически одинаковая. Что пациентка получала палбоциклиб в полной дозе, что в редуцированной. Что нас не может не радовать. Всего лишь один слайд, посвященный абимоциклибу. Мы все услышали о гастроинтестинальной токсичности, о диарее. Но может быть и обратная ситуация в виде запора. Хотя диарея, надо отдать должное, преобладала. Да, большое количество процент регистрации. Но, посмотрите, более 50% это всего лишь первая степень. Диареи четвертой и пятой степени тяжести зарегистрировано на этом препарате не было. И второй немаловажный факт. Как только мы отменяем препарат, назначаем лапирамид, диету, все исчезает моментально. То есть это легко управляемая токсичность. Так, у меня есть еще время? Или я уже... Совсем нет. Ну тогда мы можем без клинического примера все обойтись таким образом. Спасибо. 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 Спасибо.